Вас нет. Знаете, так часто говорят. А вы знали этого человека? Вы только по истории знаете? А историю, если в наше время перенести, что получится? А давайте представим. Сталин ожил. Политики не дураки, они отступили в сторону. Иосиф Виссарионович стал на свое место. Президент России. Иосиф Сталин. Пропустим негативные моменты. А хотя, давайте казним. Он первым делом спросит. Какая сегодня страна самая могущественная в мире? Люди какой страной довольны жизнью? Не понял, какая такая Америка? Это что такое за Америка? США? Китай номер один по производству чего? Всего? Вы что, совсем? Мы это исправим. А что сейчас? Земли в СССР не хватает? Не понял. Как развалили страну, которую я строил? Кто? Свои развалили? Да вы что, люди? Как свои стали врагами? Вы что? И земли русской меньше стало. Сколько и было? Земля есть, люди есть. Почему люди не работают на селе? На селе никого не остав. Все в город едут. Что? Пробки? Что такое пробки? Что-то такое. Только в городе работа есть туда, все и едут. Как килька забивается в банку. А село? На земли хоть немцам дай, чтобы они не голодали. То есть мы к ним ездим унитазы мыть. Вы что, подонки, натворили? Какие унитазы немцам мыть? Кто после меня правил? Кто сейчас? В Сибирь. Какой такой закон не позволит? Закон им позволял разрушать, голодать без работы. Я теперь закон. Казнить все ветки. От головы до костей. Кто хоть как-то причастен к разрухе и обнищанию нашей Родины. Казнить. Созывайте совет всех ранее входивших стран в Советский Союз. Не дадут? Кто-то мне там что-то не даст. А ну посмотри сюда. У каждой страны президент? И что это за президенты? Люди без работы кушать нечего. А разве президенты в Сибирь всех заслать? Там будут теперь президентами. Даю три года. Два. Два года. Чтобы Советский Союз стал номером один в мире. По производству текстиля. Производству молока. Как разрушили коробники. Да вы что, идиоты совсем их. Что вы сделали? А что вы пьете вообще? Где молоко берете? Откуда? С деревьев молоко? У вас солнце сильнее стало греть. Шапки носить надо, ребята. Чтобы в голову не напекло. Из дерева молоко не пьют идиоты. А кто это все придумал? А, я так и понял. В Сибири вместо воды только это молоко с деревьев. И давайте. Умрут быстро. А люди в стране разве не умирают по их вине? Сельское хозяйство восстановить. Из городов половину расселить по селу. Дать работу. Бесплатно. Построить дом каждому. Две комнаты в доме не больше. Хватит. Хватит, я сказал. Больше дом построят только тогда, когда четверо детей родят. Кто сопротивляется? В Сибирь дерево сажать. Рядом с теми, кто вырубил лес и продал за границу. Китай, да? Граница закрыть. Страны посмотрите. Вы хотите страны посмотреть? Смотрите родину свою. Наш край. Нашу природу. Кто против? Сибирь. Прострел. Границу закрыть. Отныне я не покупаю там ничего. Ни молоко ваше деревянное. Ни помидоры, ни огурцы. Как вы выращиваете в Россию это все? Вы же говорите, вам кушать нечего. Стоп. Серьезно? Вы выращиваете помидоры, огурцы на своей земле и продаете за границу? А что же вы тогда едите? В Китае и Турции покупаете помидоры? Во что? Кретины? Кто-то все придумал. А, эти процессоры ваши, кстати, эти идиотские. Вас идиотами и сделали. Дома теперь никто работать не будет. Наши тик-хрёкари, тик-блохера интернет выключить у всех. Что ты сказал? Исправить меня? Интернет? Интернет. Этого казнить, уроды. Теперь это называется интернет. Кто еще против? Я так и думал. Если вы еще не поняли, я вернулся. Учителя и врачи, какая зарплата у вас? Зарплата, извините, у вас как? 26, 27, 28, 28, 28. То есть вы получаете ниже среднего педагогического заработка по стране. В этом году, это в прошлом году было среднее, 32,5. В этом году 36 с чем-то там должна быть по итогам года. Ну, среднее тоже. Ну, так у вас статистику. Ну, там, 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 70, может быть, и 100 где-то, понимаете, да. 100? Да ты что за хер... Вы серьезно? У депутатов какая сегодня зарплата? Поменять местами. Всех детей депутатов вернуть из-за границы на родину, в село, в коровнике. Кто против? Расстрелять. Всех детей учителей, врачей, комбайнеров. Отправлять три раза в году в бесплатные пансионаты. Выдавать премию самым сильным детям, самым умным детям. Вы, суки, пансионаты разве... Вы что, идиоты? Все пансионаты отстроить. Я выделю из казны сумасшедшую сумму денег, чтобы пансион... В смысле? У вас в казне столько денег, и люди голодают? А куда же вы деньги? А, делите. Хорошо. В Сибири землю делить будете. Работать всем по шесть часов в сутки. Нас 300 миллионов будет, как объединимся снова. Кто работать не хочет? В Сибирь. Налоговую перестроить. Спросить у каждого, где он взял каждую копейку. Если украл, не заплатил налог, в казну. Наказать. Отобрать все. Все в казну, чтобы казна была больше. А потом разделим поровну между обычными людьми. Пускай трудятся по новой. Вот эти, кто воровал. Стройки у нас много. Снести все аварийные дома. Построить новые. Бесплатно. Раздать дома. В три комнаты. Кто честно работал и платил налоги. Через два года мы будем номером один для себя. Для всего мира. Построить заводы по производству вот этих ваших коробочек блестящих. Телефоны. Какой Китай? Да забудьте вопросовой Китай. Теперь Китай будет ездить работать в Советский Союз. Будут клеить у нас теперь на производственных мощностях телефоны. Продавать за границу будем их. И зарабатывать деньги. Не помидоры. Идиоты. Нашему советскому человеку эта коробочка не нужна. Запрещаю. Кто будет пользоваться? У того милиция. Что вы сказали? Какая полиция? Какая разница? Мы поменяли две буквы. Сколько вы денег потратили, чтобы две буковки изменить? Вы ебдете? Я понимаю, как вы разрушили страну. Почему своих врагами залечат? У кого милиция увидит телефон в тюрьму. У кого второй раз повторно увидит в Сибирь. В третий раз расстрелять. Страна. Это не кусок земли. Это родина каждого. Каждый должен отдать себя родине. Тогда родина сделает все возможное, чтобы у тебя жизнь была такая, как я скажу. Мы изменим нашу великую. Мы изменим каждого советского человека. Вы готовы поменяться? Отказаться от всего, чтобы вам было дорого? Я помогу, если не готовы. Взамен я вам дам ту медицину, за которой будут ехать немцы к нам лечиться. А дам образование, то, которое достойно будут получать лишь наши граждане Советского Союза. Другим нельзя. Конкуренция самых умных людей на планете мне не нужна. Я знаю, начнутся протесты, митинги. Вас слишком мягко встречали на улице. Теперь каждого, кто выйдет на улицу на протест, расстрелять сразу. Необходимо показать пример всем, кто теперь здесь главный. У меня каждый будет работать, учиться. Кстати, а где Ленин? Поднять. Через час, чтобы стоял у меня в кабинете. У нас впереди много работы. Мы часто слышим Сталина на во сне. Многие хотят его возвращения, но мы не понимаем. Он придет, принесет не только возрождение нации, восстание Родины из пепла, рабочие места, справедливость, в суде, в полиции, в верхушках власти. Вы будете есть натуральные продукты. Не молочко из деревьев высасывать, а пить из-под коров. Носить качественную одежду, лечиться в больницах у лучших врачей бесплатно. На пенсию выйдем в 50 лет. Пенсии хватит, чтобы объездить всю страну. Продолжительность жизни увеличится. Но! А вы готовы отдать все, что у вас сейчас есть? Все, все, все. Мобильный телефон, интернет, поездки. За границу, конечно же, отменить все. Поездки на личном автомобиле. Машину не отберут, но она будет стоять примерно как тумбочка. В месяц на этой машине можно будет ездить примерно по 100 километров. 100 километров в месяц. И все. Чтобы ушли пробки, восстановят троллейбусы, метро построят под всей страной. Автомобили, в принципе, станут нужны. Все будет совершенно по-другому. Нельзя будет подстригаться так, как ты захочешь. Прическу будешь носить ту, которую тебе скажут. Чтобы каждый советский гражданин был культурным, примерным. Без металла в носу. И не дай бог где-то еще. Без телефона, планшетов, компьютеров. Но здоровым. Накормленным. Каждый с крышей над головой. Тогда станет вопрос. Главный вопрос. Люди будут уезжать из такого второго Советского Союза? Или наоборот? Американцы будут мечтать выиграть в розыгрыше зеленую карточку? Немец будет надеяться, что его пропустят через границу в Великую Державу. Нет, не жить на экскурсию в Сибирь, где бывшая элита садит деревья под строгим наблюдением уважаемых граждан Советского Союза. Я вам такую страну оставил, а вы только расстрелять помните. Иосиф Сталин. Сталина на вас нет. Знаете, так часто говорят. А вы...